Экономика и ничего больше. Здравствуйте. Правительство опубликовало меры поддержки бизнеса после введения санкций. Первое. Мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса до конца этого года. Малому и среднему бизнесу продолжают компенсировать расходы по использованию российской системы быстрых платежей. Кроме того, на зарплатную программу поддержки ФОД 3.0 дополнительно выделят 6 миллиардов 200 миллионов рублей. Среди мер поддержки также амнистия капитала, субсидирование ранее выданных кредитов аграриям и продление сроков уплаты налогов на федеральном и региональном уровнях. Сельхозпроизводителям, работающим в Дальневосточном федеральном округе, смогут возмещать часть затрат на создание или модернизацию перерабатывающих производств, даже если они уже получили льготный инвестиционный кредит на эти цели. Такое постановление правительства вступило в силу 2 марта. Документ касается предприятий по переработке масличных культур, рыбы, ракообразных, моллюсков, а также производителей сухих молочных продуктов. В правительстве полагают, что реализация сразу двух мер поддержки позволит сократить сроки окупаемости проектов в рыбохозяйственном комплексе и в пищевой промышленности. До сих пор возмещение части прямых понесенных затрат без льготного кредитования проектов не представляло экономического интереса для предпринимателей, комментирует парламентская газета. О влиянии санкций на экономику края шла речи на совещании с резидентами территории опережающего развития в правительстве края. Наиболее уязвимыми являются договоры о поставках оборудования, заключенные с европейскими компаниями. Высоким остаются финансовые риски неисполнения контрактов в связи с денежных рынков. Но пока такие проблемы не возникли ни у самих инвесторов, ни у их поставщиков, по словам предпринимателей. Дело в том, что значительная часть договоров заключена с компаниями из КНР. В текущих обстоятельствах бизнес упросил упростить процедуры таможенного оформления грузов и обратился за содействием к правительству края. Следим за новостями.